МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У городских властей сегодня в городе почти 700 баннеров, украшающих фасады частных магазинов и предприятий, незаконные. С начала года решением администрации принудительно демонтированы уже 14 единиц незаконной рекламы. Сегодня утром эта статистика пополнилась. Участвовала в демонтаже и Елена Тимофеева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утро сотрудников этой аптеки началось со встречи не с покупателями, а бригадой монтажников ДСУ. Яркий баннер, призванный привлекать клиентов, привлек внимание и городских чиновников. Объемную конструкцию они признали рекламной и незаконной, а значит, подлежащей демонтажу. Руководство проигнорировало данное предписание. В установленной сроке демонтаж произведен не был. На основании того, что предписание не выполнено, на данный момент администрация города Магнитогорска совместно с ДСУ производит демонтаж принудительный. С начала года это уже 15-я принудительно демонтированная конструкция. Всего статус незаконная реклама. Сегодня носит почти 700 объектов подобного рода. Решения по каждому принимают в городской администрации. Этот баннер не только нарушает требования местного законодательства, но и закрывает табличку с номером дома. Предприниматели и юрлицы имеют право увешивать только вывески, которые, это информационный указатель, который указывает о месте входа предприятия в организацию, о графике работы и о характере деятельности, осуществляемой. Не более того, все остальное, что несет информацию, привлекающую неопределенный круг третьих лиц для рекламирования, для продвижения товара и установления спроса на него, и продвижения его на рынке, то является рекламной конструкцией. Установившим подобную рекламу без согласования с властями дается срок в один месяц, чтобы демонтировать ее своими силами. Несогласные с решением администрации не только лишаются баннера, но и оплачивают услуги муниципальных монтажников, а также штраф от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. У хозяев этого магазина срок для самостоятельного демонтажа рекламы истек еще в январе, и начало сегодняшнего их рабочего дня омрачено. Силами бригады ДСУ рушатся их фарфоровые мечты. Из почти пяти сотен врученных предписаний только 130 предпринимателей добровольно демонтировали свои рекламные конструкции. У остальных либо не истек месячный срок на исполнение предписания, либо они категорически не согласны с решением городских властей. Сегодня в плане администрации и ДСУ принудит ли демонтаж 52 объектов? Ирина Тимофеева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Отметили опыт, ответственный подход и прилежность в труде. Вальцовщик Астана холодной прокатки 1705-го листопрокатного цеха по итогам прошедшего месяца признали лучшим рабочим Магнитогорского металлургического комбината. С Николаем Черневым. О тонкостях профессии, о том, куда отправляется продукция с агрегата, беседовала Надежда Наяксова. Задал параметры и сиди, наблюдая, как на выходе стальной лист сворачивается в рулон. Так работе вальцовщика на двухклетевом реверсивном стане 1700 холодной прокатки может сказать человек далекий от металлургического производства. Автоматизация ЛПЦ-5 на Магнитогорском металлургическом комбинате действительно где-то исключила ручной труд, но ответственности работников не уменьшила. Работа очень сложная, требующая постоянного внимания. То есть любая ошибка может привести к производству недоброкачественной продукции, браку, ну либо нарушением техники безопасности, какому-нибудь несчастному случаю, не дай бог, конечно. Данил говорит, его коллега и хороший друг вальцовщик Николай Чернев со своими обязанностями справляется на отлично. Свидетельство этому признание его по итогам прошедшего месяца лучшим рабочим ММК. В цехе Николай трудится с 2008 года и все это время на стане 1700. Здесь стан более автоматизированный, здесь больше наблюдаешь, корректируешь с помощью компьютера. Стан производит подкат в основном для производства металла с покрытием, для последующего оцинкования и нанесения полимерных покрытий. Также мы прокатываем металл для автозаводов, основных потребителей. Это автоваз, газ, уаз. Профессия Николая нравится тем, что здесь, на комбинате, она востребована. Ведь стан 1700, где он трудится, стабильно работает с полной загрузкой. Поводом, чтобы в смену идти с улыбкой, является дружный коллектив, на глазах которого Николай и вырос из-под мастерия лучшего рабочего. Я пришел на должность подручного вальцовщика и постепенно потом обучился, стал работать оператором, потом обучился, стал работать вальцовщиком. Признание лучшим рабочим, как говорит сам Николай, для него повод совершенствоваться и дальше. Ведь и производство высококачественного автолиста на ММК не стоит на месте. Улучшается. Надежда Наяксов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Почти 3 миллиона рублей таков размер гранта, полученного благотворительным фондом «Металлург» на реализацию проекта «Счастливый возраст. Долголетие. Здоровье. Молодость. Души». Еще в прошлом году крупнейшая благотворительная организация региона стала участником и победителем конкурса, который проводился по распоряжению президента России среди некоммерческих неправительственных организаций. Проект предусматривает самый широкий спектр мероприятий, в том числе весьма неожиданных и откровенно новых. Так, накануне наша съемочная группа встретилась с участниками проекта в стенах арт-студии. Игорь Гурьянов продолжит. Да-да, вы не ослышались. Мы общались с обладательницами счастливого возраста в самой настоящей художественной мастерской. А сами участницы проекта занимались ничем иным, как живописью, маслом. Под руководством опытного преподавателя рисовали, пардон, писали вот этот тропический цветок. Одновременно не забывая получать максимум удовольствия от общения друг с другом, проявление творческих способностей, так в документах и особенно, от осознания, что получается. Все без исключения художницы до этого момента масляной краской разве что полы красили. Августа Ивановна в творческих проектах благотворительного фонда «Металлург» не новичок. 12 лет поет в хоре дома ветеран, сочиняет стихи и теперь вот пробует себя в живописи. Несмотря на солидный возраст, останавливаться не собирается и в перерывах между мазками и кистью вспоминает и своего же раннего. Я счастлива лишь тем, что я живу, не просто существую. Я пою, шью, вяжу, стихи пишу и значит я всегда в строю. Я счастлива, мой друг, с недугами своими споря. Пусть будут счастливы все вокруг, пусть на земле не станет горя, не доживать, а жить хочу. Хочу любить, полезной быть, любимой быть хочу и будет так. Зачем иначе жить? Тем временем цветок на этюдниках у художниц счастливого возраста приобретает все более изысканное очертание. Набор красок превращается в цветовую гамму, глаза живописцев начинают светиться все ярче. Сотрудники арт-студии «Открой в себе художника» и ее руководитель Ирина Чубынина души не чают вот в таких участниках. Они действительно настолько открыты по знанию, что иные помоложе пример должны брать. Плюс, говорит Андрей Крючков, публика очень благодарная и внимательная. Вы знаете, они сохранили большинство, вот это непосредственность восприятия, и это очень радует. Потому что они удивляются и радуются, вот, как маленькие дети. Это вот, это здорово совершенно. То есть восторг, размазывание вот этой красивой красочки, вот, конечно, это очень благодарно. Я просто это вижу. Посмотрите, как в конце у всех начинают поблескивать глаза. Об учении живописи маслом рассказали нам руководители проекта из благотворительного фонда «Металлург». Лишь часть обширной программы. В проект также входят оздоровление и лечение в профилактории «Южный», лекционные и практические занятия по программе «Университет третьего возраста», экскурсии в Абзаковой и Лимонарии, просмотры кино и театральных постановок. Так что скучать участникам проекта «Счастливый возраст» точно будет некогда. А продлится программа до июня этого года. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Уважаемому медицинскому работнику Магнитогорска, заслуженному врачу Российской Федерации, Людмиле Ивановне Лаушкиной, исполнилось 90 лет. 50 из них она предана и с любовью служила одной однажды выбранной профессии – акушерству. За эти полстолетия профессиональной деятельности Людмила Ивановна прошла путь от акушера-гинеколога до заведующей родильного дома. Работала по специальности в Индии, а затем еще 16 лет в женской консультации. О том, как профессия становится призванием, рассказывает Елена Ткач. Первые роды Людмила Ивановна Лаушкина помнит схематично. Так много их приняла потом, что первые ощущения из памяти стерлись. За 50 лет работы, больше 30 из которых были посвящены акушерству, через ее руки прошли тысячи новорожденных. Выпускница Челябинского медицинского института по распределению попала в Магнитогорский родильный дом номер один. И первые шаги в профессии молодой акушер Лаушкина сделала именно здесь, под крылом своего опытного наставника доктора Гринкевича. Тогда работа родильного дома и акушера-гинеколога отличались в корне от современного. Мы воспитаны были терпеть, ждать, страдать вместе с женщиной, ей сочувствовать. Но самое главное, ведь тогда не было такой возможности, не было столько медикаментов. Нам, акушерам, слабость родовой деятельности, два медикамента, окситотин, цин и хина, и больше ничего мы не имели. Запасы донорской крови, например, хоронились в холодном погребе. И таких нюансов было множество. Чуть позже молодому доктору, перспективному и профессиональному, в 37 лет делают предложение возглавить родильный дом номер три. Тот, что на улице Шишки. Это был очень ответственный и сложный фронт работы. Через год-другой Людмила Ивановна смогла организовать работу наилучшим образом. Родильный дом номер три становится лучшим в области. Столько было энергии, столько у меня было желания работать и трудиться. Работали мы ведь сутками, после дежурства оставались, опять продолжали до четырех часов трудиться. Так что наш рабочий день был слишком-слишком насыщенный. Потом следует командировка в Индию. Кстати, именно в этой стране награда нашла своего героя. Медаль и звание заслуженный врач Российской Федерации вручили Людмиле Лаушкиной именно в зарубежной командировке. По возвращению 15 лет работы в женской консультации. Я очень любила свою специальность и у меня до сих пор много благодарностей от моих пациентов. Даже на эти 90 лет мне прислали розы моя акушерка, моя пациентка, с которой мы познакомились в родильном доме. И ее зовут Эрна Дмитриевна Радюкевич. Мудрость этой работы стара как время. В жизни каждой родившей женщины акушер, принявший роды, остается в памяти на всю жизнь. Это, наверное, один из главных людей в жизни. От его профессионализма, доброты зависит очень многое. Людмила Ивановна Лаушкина – основатель врачебной династии. Две дочери и внучка пошли по ее профессиональным стопам и тоже посвятили себя служению медицине. В свои замечательные годы Людмила Ивановна всегда в центре событий. Окружена вниманием родных и близких, бывших коллег, живо интересуется новостями в мире и стране, разгадывает кроссворды, читает книги и является преданной болельщицей хоккейной команды «Металлург». Долгие лета вам, Людмила Ивановна. Елена Ткач, Алексей Гондаренко, телекомпания «ТВИН». В наших новостях мы неоднократно обращались к теме мошенничества, наводнившего криминальные хроники. Горожане без тени сомнения отдают свои избережения нечестным на руку людям, даже несмотря на то, что средства массовой информации без устали рассказывают о различных видах обмана. С чем это связано? Может быть, мошенники совершенствуют свои методы, обращаются, например, к современным психологическим разработкам, гипнозу? Попытаемся разобраться. Для того, чтобы разобраться, какие современные методы применяют мошенники для психологической обработки граждан, обратимся к двум самым свежим случаям. Итак, на днях прокуратура Орджоникидзовского района направила в суд дело в отношении Баринова Ивана Геннадьевича, 84-го года рождения, уроженца Магнитогорска. Всего за год мошенник обманул 20 человек на сумму 630 тысяч рублей. Продавал путевки, стройматериалы, устраивал на работу. Почему же ему так верили? Все потерпевшие, как один, говорили о том, что мошенник выглядел очень презентабельно, внушал доверие. А самое главное, представлялся сотрудником Магнитогорского металлургического комбината. А не верить в металлургу у людей просто не было повода. Кроме того, по словам заместителя прокурора Орджоникидзовского района, мошенник ловко втирался в доверие. Он убеждал их в том, что денежные средства будут возвращены через какой-то период времени. Действительно, часть денежных средств, ряду потерпевших он возвращал. Но минимальную часть он вызывал у людей, так скажем, видимость того, что обязательства перед ними исполняются. А именно, то есть он, предположим, трудоустраивая якобы на работу, он возил людей в различные учебные центры, в которые заходил, брал какие-то бумаги, выходил оттуда с какими-то бумагами. Люди не обращались в полицию долгое время и лишь потеряв надежду, понесли заявление. Баринов был арестован и заключен под стражем. Как выяснилось, он уже был осужден условно, тоже за мошенничество. Сейчас любителю скрываться под личиной честных тружеников грозит реальное решение свободы. И вот еще одно тоже свежее дело. Прокуратура Орджоникидзовского района утвердила обвинительное заключение в отношении магнитогорца 74-го года рождения Степана Ступакова. В марте 2015 года Ступаков, введя в заблуждение престарелую жительницу Магнитогорска под предлогом осуществления им бизнеса и необходимости получения денежных средств для продолжения строительства третьего ледового дворца, уговорил потерпевшую продать принадлежащую ей квартиру, а полученные от продавца денежные средства передать ему, что потерпевшая и сделала. Он директор какой-то там строительной конторы, ему дали, а они выиграли тендер на строительство нового ледового дворца. Ага. Я говорю, а в каком районе? Что нам у нас два, говорю, мало что ли? Да, льда не хватает. Ступаков пообещал пожилой женщине юридическую поддержку, в которой та на тот момент нуждалась, а также ремонт кухни. И, получив согласие, отвез в регистрационную палату, где оформил договор купли-продажи. Только подает мне Ступаков вот этот вот договор купли-продажи и обратной стороной. Там написано на одной стороне договор купли-продажи, а у меня на другой стороной, где вот здесь Николаевна распишите. Расписалась в одной, во второй, в трех бумажках, вот одинаковые. Не прочитала, что это договор. В течение практически полугода мошенник постоянно был с пенсионеркой на связи, кормил обещаниями, сулил золотые горы. А потом наступил момент прозрения с приходом новых хозяев квартиры. В конце июля приходит ко мне этот синяк, потому что я уже знала, что это синяк, риелтор. И какой-то молодой, высокий человек. Я опять не пойму, что случилось. А я дома была не одна, а с дочерью. Он, значит, это. А вы знаете, что эта квартира уже не ваша? Как не моя? К счастью для Марьям Каюмовны, опытный адвокат вошел в положение пенсионерки и помог ей признать сделку незаконной. Но до этого момента были и приходы приставов, и насильственные выселения. Было потрачено много средств, нервов, а главное – здоровье. Сегодня Ступаков задержан. Его дело направлено в суд, которого он будет ждать под подпиской о невыезде. Таким образом, никакой критики не выдерживает версия о том, что мошенники в своей так называемой работе используют какие-то суперсовременные психологические методы. Сегодня, как, впрочем, и всегда, они по-прежнему давят на самые простые человеческие чувства, на доверие. А еще на жадность. Помните, как в Буратино? И вырастут ветвистые деревья в темноте, и вместо листьев денежки засеребрятся там. Галина Смирнова, Влад Гусев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Для нашей страны эта дата стала актуальной ровно 25 лет назад, когда в числе первых законов Новой России был принят закон о защите прав потребителей. Для Магнитогорска юбилейным будет следующий год, когда столько же 25 лет исполнится одной из самых востребованных общественных организаций нашего города – объединению защиты прав потребителей. Со времен основания объединения, когда у его истоков стоял нынешний председатель городского собрания Александр Морозов, в числе приоритетов работы была просветительская деятельность, лекции, семинары, издание актуальных брошюр. Все это было направлено на повышение прежде всего правовой грамотности вообще и знания потребительских прав в частности. Всем этим критериям соответствовала и встреча специалистов по защите прав потребителей с молодежной аудиторией, состоявшейся в стенах Центра правовой информации библиотека Крашенинникова. В числе приглашенных были руководители уже упомянутого ОЗПП, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии. Открывавший встречу спикер городского парламента Александр Морозов с первых слов расширил заявленную тематику. Она касалась особенностей дистанционной торговли через интернет. Александр Олегович, в свою очередь, рассказал об истории становления потребительского движения в Магнитогорске, поведал о самых громких делах, выигранных горожанами при помощи юристов ОЗПП. Встреча проходила в формате свободного диалога. Все собравшиеся имели возможность задавать любые интересующие их вопросы, чем незакомплексованная молодежь не замедлила воспользоваться и долго не отпускала выступавших с трибуны. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-дефисын.ру Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 16 марта. Всего вам доброго и до встречи! Спонсор программы «Открытое акционерное общество» Магнитогорский металлургический комбинат По данным интернет-портала rp5.ru 16 марта в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-4 метра в секунду. Отдельные порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 8 градусов. Днем минус 6, минус 3 градуса. Прогнозируется очень высокое атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Продолжение следует...